А вы в курсе, что в следующем году женщинам будет легче вернуться из декрета на работу? Что это станет возможным благодаря краевому проекту «Содействие занятости женщин». Здравствуйте, это программа «В курсе», я Татьяна Говоркова. И в этой студии мы говорим на темы, которые так или иначе затрагивают интересы жителей Краснодарского края. В рамках нацпроектов, направленных на повышение уровня жизни и создание возможностей для самореализации каждого человека в Краснодарском крае, реализуется программа социально-экономического развития. Со следующего года в ее рамках начнет работать региональный проект под названием «Содействие занятости женщин. Доступность дошкольного образования для детей». Он поможет молодым мамам, которые находятся сейчас в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Проект рассчитан на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Первые шаги в этом направлении обсудили в Сочи на стратегической сессии. В центре занятости населения города Сочи сегодня проводится стратегическая сессия как раз таки в рамках реализации регионального проекта. Целью которой является предварительная работа по реализации регионального проекта в части информирования и определения возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет. В работе стратегической сессии сегодня примут участие заместители главы города Сочи, управление социальной политикой, управление по образованию и науке администрации города Сочи, территориальное объединение работодателей, также представители образовательных учреждений города Сочи, работодатели всех форм собственности, благотворительные организации поддержки многодетных семей и представительные средства массовой информации. По итогам стратегической сессии мы планируем организовать совместную работу по продвижению информации о реализации национального проекта «Демография» среди работодателей и женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, в части бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин перед выходом на работу с целью повышения их профессионализма и конкурентоспособности. Это 1С, это младшие воспитатели, просто воспитатели, да, то есть различные направления, и бухгалтеры, и продавцы-кассиры, очень много возможностей, то есть то, что нам направляет организация, им нужно переобучить, да, или повысить квалификацию для женщин, которые стремятся возобновить трудовую деятельность, мы проводим это обучение абсолютно бесплатно. Мы проходили соцопрос, у нас было опрошено порядка 800 женщин, то есть из них где-то в районе 300 женщин планируют проходить именно профессиональное переобучение, повышение квалификации. На основании этих данных мы решили тоже провести опрос среди молодых мам в Сочи и узнать, сталкивались ли они с проблемой трудоустройства после декретного отпуска, хотели бы получить профессиональное образование, переобучиться или повысить квалификацию, а главное, знают ли они, куда нужно обращаться. Раньше работала в банке, вот, но сейчас думаю, что поменяю, возможно, профессию свою. Как вы думаете, тяжело ли это будет вообще сделать, пройти переобучение и знаете ли, куда нужно обратиться? Ну, посмотрим уже на практике, как это будет. А куда обращаться с тобой теперь в очередь? Сначала нужно выбрать вообще, может быть, какие курсы пройти или институт какой-то, либо повышение квалификации по своей профессии. Не думаю, что это проблема. Думаю, вот, если опыт работы есть до декрета, то, ну, устроиться возможно. Я для себя выбрала другой немножко путь. Я переобучилась в интернете на интернет-профессию. И уже сейчас в декрете я работаю по интернету, не выходя из дома, не отлучаясь от детей. В принципе, это удобно для меня, но и потом после декрета как-то с двумя маленькими детьми выходить тоже с 8 до 6 не очень меня устраивает, поэтому, наверное, я даже и не буду выходить. Буду также работать в интернете, распоряжаться сама своим временем и уделять время детям. Такой путь я выбрала для себя. Я знаю, многие обучались дополнительно какой-то, получали профиль через Центр занятости, есть знакомые. Так что у нас такой путь. Я как бы устроена, трудоустроена, а так как бы у других мамаш, наверное, конечно, есть. Никто не хочет брать с ребенком, потому что больничные постоянные, дети болеют часто. Знаю у знакомых, вот, да, если после декрета уже место их не занято, то им предлагают повысить квалификацию и бесплатно их обучают, да, и предлагают другое место работы. Когда я пошла в третий декрет, фирма обанкротилась, закрылась, и я выбрала для себя дом, семью. Вот, и сейчас не работаю. Дети малы, чтобы своим бизнесом заниматься или переучиться, но да, в будущем, наверное, все-таки переучиться, потому что образование, которое я выбрала изначально, мне и сейчас не подходит с моим темпом жизни. А куда будете обращаться? Будете смотреть просто по сайтам, искать работу, или все-таки обратитесь в тот же Центр занятости, где есть возможность? Ну, скорее всего, выберу направление, которое я хотела освоить, и пойду учиться. Нет ни труда, ни сайта, ну, просто в институт куда-то, скажем так, с нуля. Я думаю, что многие сталкиваются с этими проблемами, и я думаю, что раньше это была глобальная даже проблема для населения, для молодых мамочек, которые не могли трудоустроиться, от этого, может быть, страдали их семьи, их бюджет. Но сейчас 21 век, новые технологии, все развито, особенно соцсети, поэтому я считаю, что найти выход из этого положения можно легко. Было бы желание, был бы энтузиазм, и мне кажется, можно даже устроить неплохой бизнес, и понарастающе работать, а после даже, вот не только в интернете работать, а даже открывать какие-то свои новые места, магазины, заведения, какие-то учебные центры, возможно. Поэтому я думаю, что сейчас, нет, сейчас это не является основной проблемой, и можно найти выход из этой ситуации в любом случае. Ну, страшно, конечно, всегда есть страх, когда там, да, там, ну, даже на три года, мне кажется, сейчас вообще мало кто уходит в декрет. Через два года, да, страшно, страшно, что не наверстаешь, но, как правило, не знаю, у меня ни знакомы, ни я сама не сталкивались там с большой проблемой выхода на работу. Либо брали на старое место, либо они устраивались на новое, потом с минимальной, ну, переподготовкой. У меня еще второй ребенок маленький, поэтому я еще два года буду сидеть в отпуске в декретном, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. А вот, может быть, уже думали, как бы, куда вернуться на предыдущее место? Нет, вы знаете, я еще пока об этом не думала, в принципе, еще рано, два года задумываться об этом. Сейчас пока, пока сейчас в планах отправить эту школу попозже, а потом в садик, а там уже подумаем. Уже 9 лет в декрете не сталкивалась, честно говоря, не знаю. По крайней мере, в Москве, мне кажется, можно найти работу, честно говоря, как-то. Все с работой, не могу сказать, что прям проблема какая-то. Может, наверное, в маленьких городах, возможно, есть проблемы. Ну, мне кажется, она, в принципе, с работой есть в маленьких городах. В Петербурге есть, да, вот у меня мамочка троих детей. Она после троих детей не может найти работу, потому что засиделась три раза по три, она уже, да, пока вот дома. А вот какой выход есть? То есть переобучение? Переобучение, я думаю, надо делать, да. Органы местного самоуправления организовывать, мне так кажется. Либо компания, если это крупная компания, должна компания этим заниматься. Если человек с образованием умный, ну и что, что отсидел в декрете, переобучи его за три месяца, он тебе потом в 10 раз больше принесет пользы. В следующем году в Краснодарском крае запланировано переобучить 1390 женщин. Это те, кто за время декрета потерял квалификацию или вообще решил сменить невостребованную профессию. Для Сочи эта практика уже хорошо знакома и есть положительные результаты трудоустройства молодых мам после декретного отпуска. Мы ведем подготовку по всем профессиям и они востребованы в нашем городе. Самое главное, обучаем программы разные от 72 часов до 320. В зависимости от уровня подготовки обучающегося и, самое главное, потребности работодателя. Подготовка ведется по гибким графикам. Работаем мы 7 дней в неделю, потому что понимаем, что многие могут в воскресенье приходить на занятия, в субботу. Мы готовы и всегда режим занятий так и выстраиваем. Конечно, используем современные технологии, потому что как в предприятиях торговли, особенно питания, появилось новое оборудование, новые технологии. Поэтому, используя этот опыт, мы передаем его, обучаем вот этих будущих сотрудников отрасли питания и торговли. Программы, в общем-то, не застывшие. Мы их ежегодно пересматриваем, меняем в зависимости от потребности города. И все это благодаря тому, что идет тесная связь с работодателями и с центром занятости. Обучение прошло, ну, например, 18-19 учебный год. Мы обучили по профессии повар, профессии кассир торгового зала и профессии кондитер. Ну, я предполагаю, что все удовлетворены нашей работой. Во всяком случае, отзывы от нашего, так сказать, партнера центра занятости положительные. В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин» в Сочи запланирован ряд мероприятий по профессиональному обучению. Предлагаю послушать руководителя отдела по организации профобучения Центра занятости населения города Сочи Светлану Тульян. Продолжение следует... Это вопрос о работодателе, от необходимости работодателя, где, что, кому повысить квалификацию, какую программу обучения дать. Как правило, это стресс, да, выхода в социум. И период вынужденного отсутствия, женщина утрачивает прежнюю квалификацию и профессионально отстает от коллег. Поэтому она боится оказаться невостребованной. Поэтому программа, которая разработана для женщин с детьми до трех лет, она помогает женщинам выйти уже подготовленной на работу после отпуска по уходу за ребенком. В Центр занятости такой опыт работы уже нет. С 2008 года мы обучаем женщин с детьми до трех лет в рамках программы «Содействие занятости населения». И с 2008 года это больше 300 женщин, которые получили образование или повысили квалификацию по направлению службы занятости. В этом году в городе Сочи уже обучилось 20 человек. Многие из них уже вышли на работу, успешно трудятся. Профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования женщин может проводиться по следующим видам. Это профессиональная переподготовка, повышение квалификации, обучение вторым профессиям. Профессия или программа для организации профобучения определяется индивидуально с учетом имеющейся у женщины профессионального образования, занимаемой должности и пожеланий работодателя. Поэтому обращаясь к образовательным организациям, которые присутствуют сейчас в зале, «Большая просьба, продумайте программы профессионального обучения для женщин с детьми до 3 лет». Я понимаю, что в каждом случае это буквально индивидуальная работа. Массово мамочки не обращаются в центр занятости. Это всегда эксклюзивный материал. Приходит женщина, обращается в центр занятости, и мы начинаем разбираться, какую программу профессионального обучения мы ей можем дать. Проводим тестирование, подбираем программу, подбираем образовательную организацию. И когда все уже складывается хорошо, и желание женщины, и желание работодателя есть, мы направляем на профессиональное обучение. Для участия в программе мама должна представить свидетельство о рождении ребенка, паспорт или документы его заменяющие, документы, удостоверяющие квалификацию работника, документы об образовании, трудовую книжку, копию, первый и последний лист, заверенный работодателем, копию приказа, что мама находится в отпуске по уходу за ребенком. Если человек имеет карту реабилитации или абилитации инвалида, значит, он представляет эту карту. И в зависимости от рекомендаций врача мы уже будем подбирать программу. Обучение проходит. Учебно-производственная база города Сочи очень насыщенно. Но, к сожалению, нам приходится выставлять на торги, и часто участвуют организации не города Сочи в торгах. Поэтому, опять же, обращаюсь к образовательным организациям. Пожалуйста, дайте нам ваши программы. Принимайте участие в электронных аукционах, чтобы наши женщины не могли выезжать из города, а могли наоборот обучаться в городе, сохраняя и семейный очаг, и уют, и уход за ребенком, и в то же время посещая программы обучения. Мы, конечно, сейчас используем часто программы дистанционного обучения, очно-заочную форму обучения. Но для мамочек все-таки важен выход и работа с людьми в аудитории. Даже имея на руках ребеночка, мама всегда может обратиться в центр занятости. Еще нет сада, но образование может получить. И детские комнаты, которые будут находиться, а желательно, чтобы они были при образовательных организациях, могут помочь мамам преодолевать вот эти трудности. Мы уже в 2014 году проводили такое совещание с образовательными организациями, чтобы были организованы такие комнаты по уходу за ребенком на период обучения. Но, к сожалению, откликнулись не все. Есть такие организации, но их очень мало. Учиться молодые мамы будут в сочинских образовательных учреждениях, востребованным на рынке труда специальности. Чтобы получить новые и, главное, полезные профессиональные навыки, нужно подать заявление в Центр занятости населения. Еще вариант составить договор с работодателем, где он гарантирует, что примет на работу женщину после обучения. Если взаимопонимание с руководством достигнуто, такой договор тоже нужно отнести в Центр занятости. Пригодиться новые знания могут и в организации собственного дела. В любом случае, женщина таким образом повысит конкурентноспособность на рынке труда. Обучаем женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. За время взаимодействия с Центром занятости населения мы обучили мамочек таким программам, как кадровый менеджмент, дошкольное образование. По программам повышения квалификации, основы смертного дела в строительстве, повышения качества управления электросетевой компанией. Одним из преимуществ нашего Центра является то, что мы разрабатываем программы, которые идут по заявке работодателя конкретно или самого обучающегося. То есть, допустим, мамочка хочет переквалифицироваться, и мы разрабатываем такие программы, учитывая, конечно, требования законодательства. В настоящее время наш Центр получил заявку на проведение обучения по профессиональной подготовке, делопроизводитель третьего разряда. Вообще, очень актуальная, я так считаю, профессия, потому что даже если человек имеет какое-то уже образование, она дает возможность с более высокой квалификацией выполнять свои прямые обязанности. Поэтому для мамочек это тоже будет одним из возможных направлений обучения и подготовки. Но иногда бывает так, что мамочки, ну или работодатели, как-то в одну сторону только смотрят, немножко шире, может быть, посмотреть, мы можем рассказать об этом, встретившись непосредственно с теми, кому это необходимо. Ну, наш учебно-методический центр имеет государственную лицензию на образовательную деятельность, внесен в реестр аккредитованных организаций, которые оказывают услуги в области охраны труда. Еще одно наше преимущество – это наличие детской комнаты. То есть в нашем Центре она есть. В этой комнате малыши, пока мама занята с преподавателем, пока она занимается, они занимаются либо с преподавателем, ну, те, которые, может быть, уже там трехлетние, им можно дать даже самостоятельную работу, и они самостоятельно могут там порисовать, повисать, полепить. В общем, много разных направлений интересных. Самое интересное тоже, что при необходимости мы оформляем мамочек на индивидуальный план график. То есть они приходят к нам заниматься не тогда, когда это удобно нам, а именно в соответствии с тем режимом, к которому привык сам ребенок и сама мамочка. Ну, и с 2020 года, вот мы со Светлана Рамоной разговаривали уже, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на территории Коснодарского края примем активное участие в реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Отмечу, что женщинам, находившимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, направленным на профессиональное обучение, например, в другой город, компенсируют стоимость проживания в период обучения и стоимость проезда к месту учебы. Этот проект службы занятости населения – долгосрочный перечень профессий и программ, по которым можно обучиться и повысить квалификацию, разнообразный. И все это совершенно бесплатно. Также бесплатно в Сочи обучают и пенсионеров. С 2019 года Центром занятости населения города Сочи реализуется программа по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Участниками мероприятий по профобучению, повышению квалификации и переподготовке могут быть лица предпенсионного возраста, граждане за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости либо назначенную досрочно. Профобучение граждан предпенсионного возраста осуществляется в образовательных организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам. Дополнительно для граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, не занятых трудом, предусмотрена ежемесячная выплата стипендии, установленная минимальным размером оплаты труда в Краснотарском крае на 2019 год, это 11 280. Контрольный показатель, установленный на 2019 год, это обучение 149 граждан предпенсионного возраста. По состоянию на 29 октября у нас направлено 177 граждан предпенсионного возраста. Еще до 10 ноября мы планируем направить 47 лиц предпенсионного возраста. То есть по итогам года у нас запланировано обучение 224 гражданина предпенсионного возраста. Дополнительно для граждан предпенсионного возраста Дополнительно для граждан предпенсионного возраста.